всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в своем видео хочу перевалить своего большого адениума в другой горшок у нас на улице очень холодно мчс даже прислал смс что ожидается до минус 45 и поэтому меня наверно потянуло на африканцев все-таки хочется тепла последнее видео тоже было кстати про адениум ну как я и сказала сегодня будет пересадка вот такое вот горшок я ему купила такой очень такой плосковатый и широкий как раз как раз для адениума вообще просто замечательно и конечно же керамика думаю мой адениум заслужил такое кашпор тем более я хочу составить грунт и я хочу добавить грунт кварцевый песок крупные буду в общем составлять при вас кто смотрит давно мои видео они конечно же уже помнят что у меня этот адениум перенес много раз обрезки прививки причем прививки на нем четыре сорта других привиты они все прижились потом я обрезала где-то чистила ему корешочки и сейчас как раз я его буду доставать и посмотрим что же у него там с корнями потому что большая часть у меня будет на поверхность потому что горшок довольно-таки плоский а он у меня дружочек такой очень тяжелый но 10 в тазике и она сыпала уже кварцевый песок у меня такая фракция крупная это в общем-то идет природный разрыхлитель и вот для суккулентов в том числе для адениума да и для других растений это очень хорошо подходит здесь вот у меня еще после пересадки просто остался субстрат кокосовый теперь я сюда буду насыпать древесный уголь так хорошо это не повредит добавлю раз я перлит не буду добавлять у меня разрыхлитель идет вот такой вот до камушки я добавлю вермикулит что более рыхлая была почва конечно же размоченные вот кокосовый субстрат я приготовила туда тоже положу я так на глаз уже делаю это просто у меня сейчас на этот горшочек должен грунт уйти и добавлю сюда еще универсального грунта и немного грунта добавлю он уже здесь перлитом немножко идет часть можно и грунт для суккулентов добавить готовой сюда но у меня просто добавляю что есть и теперь начну это все мешать посмотрю что у меня получается очень рыхлый грунт получается мне это нравится то что нужно то что нужно для адениума вот видите какой вот такой сыпучий получается и вот кварцевый песок я про него читала он в себя воду не забирает то есть это тоже хорошо что корешочки не будут то есть он просто является разрыхлителем ну все грунт готов теперь будем вываливать адениум большой дружочек ну моему адениума наверно уже ну лет шесть седьмой наверно уже хочется аккуратненько то вот так вот этот грунт я хочу убрать ну хорошие у него тут хозяйство наросло хорошие очень тяжелый видите но я его промывать не буду сейчас я померяю как там будет просто сейчас его поставить попробовать отлично смотрите вообще отлично получается я его специально сажала в глубокий горшок чтобы у него корни хорошо стали расти ну корешки то хорошие у него смотрите какие тут он наросли какие он у меня кстати еще и цвет свести собирается там где-то бутончики у него сейчас а вот они здесь в бутончики ну в качестве дренажа и тоже добавлю здесь у меня керамзит смешанные с кварцевым песком я на дно тоже добавлю много не нужно потому что он такой у меня большой но все равно немного две лопаточки добавлю и добавлю удобрения основного действия так достаточно вкусняшки в общем положу ему и будем теперь примерять отлично вообще ну все я его выровняла теперь буду засыпать грунтом кашпо вообще идеально просто идеально и смотрится конечно хорошо керамика конечно отличается очень сильно от пластмассы у меня в таком кашпо кстати гордения растет очень хорошо грунт такой прям рыхлый сейчас он у меня вообще попрет сейчас цвести начнет он уже почувствовал солнышко стало заглядывать уже в окна и растение это уже чувствует стали посыпаться ну грунта вообще практически весь ушел потому что он же такой еще рыхлый и воздушный такой его же уплотнить надо будет а так вообще просто мне нравится как получается вот эта кисточка можно или поливать когда буду он осыпется грунт который попал на само растение и посмотрите я как раз его красоту подняла наверх то есть в том горшке он так не смотрелся здесь он смотрится прям вообще очень хорошо теперь это дружочек у меня будет теперь расти в этом кашпо долго достаточно у него теперь вот эти корни должны вот так вот все раздаться по этому горшку и будет вообще супер просто ну его немножко опрыскаю поливать я его не буду сегодня потому что у меня кокосовый субстрат я его вымачивала и он такой влажный но этого достаточно я просто хочу ему вот этот грунтик немножко взбить водичкой где-то попадет если водичка ничего страшного и на макушку решила его пока оставить на этом столике здесь и солнышко ему падает и лампа освещает очень нравится мне это кашпо и как он смотрится в этом кашпо тем более у меня рядом по соседству с ним в таком же кашпо гордения видите как она растет закладывает бутоны скоро видите распускаться будет бутонов очень много по всему кусту бутоны впереди еще очень много пересадок так что подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео